Переведено и озвучено Красная Юрта Древнее антисоциалистическое учение гласит о том, что если ты беден и выступаешь за социализм, то ты просто завидуешь богатым. Но если ты сам богатый и выступаешь за социализм, то ты просто двуличный лжец, диванный коммунист и любитель социальных пособий. Если кто-нибудь осмелится говорить об альтернативах, господствующей сегодня экономической системе, то на него сразу накидываются профессиональные пропагандисты, миллиардеры и обслуживающие их чиновники, а также многочисленные клоуны, которые громкими криками пытаются скрыть свое непонимание классовой природы общества. Хватит обзывать меня лицемером. Хватит притворяться коммунякой, когда ты живешь за счет капитализма. Этот древний мем жив и сегодня и максимально актуален для поколения зумеров. Если у человека, агитирующего за социализм, есть деньги, на которые он может позволить себе какие-то ништяки, то на него сразу набрасываются те, кто не понимают, что в капитализме есть деньги, которые зарабатываются своим трудом и деньги, которые делаются на эксплуатации других людей. Я могу долго объяснять то, как работает капитализм, но видео не про это. Если интересно, заходите ко мне на патреон. Поговорим о том, что если человек богат, если он родился богатым, то он не может объективно оценивать недостатки существующей системы. Способны ли люди из привилегированных слоев, те, кто сами эксплуатируют других, понять, что такая система несправедлива? Я хочу поговорить об этом не только потому, что хочу оправдаться за то, что пропагандой социализма я зарабатываю себе на приличную жизнь. Много раз я слышал фразу «Люди остаются леваками только до тех пор, пока они не начнут зарабатывать хорошие деньги в капитализме». Я же утверждаю, что нашими сторонниками могут быть все, в том числе и те, кто неплохо устроился в сегодняшней системе, получив наследство или став высокооплачиваемым профессионалом, ученым, архитектором или пилотом. Многие верят, что коммуняки хотят отобрать ваши квартиры, детей и зубные щетки. Нет, не хотят. И американский рабочий, который зарабатывает 50 тысяч в год и который зарабатывает 300 тысяч в год, не сильно отличаются друг от друга. Если вы умудрились выплатить ипотеку и в гараже у вас даже стоит пара машин, вы тоже можете быть сторонниками прогрессивных идей. Считается, что сама система заставляет более высокооплачиваемых рабочих принимать в сторону их хозяев-капиталистов и действовать против интересов их менее удачливых собратьев-рабочих. Например, так называемый класс профессиональных управленцев, менеджмент среднего звена, вынужден зарабатывать деньги тем, что помогает сохранять и развивать систему эксплуатации, забывая о том, что эксплуатируют и его самого. Некоторые даже говорят, что вообще все работники в развитых странах – это рабочая аристократия. Их высокие стандарты жизни были бы невозможны без гиперэксплуатации населения и ресурсов стран третьего мира. При этом нельзя не замечать, что даже среди них есть люди, которые, несмотря на свое положение и мощную промывку мозгов со стороны капиталистов и консерваторов, все еще исповедуют прогрессивные политические взгляды. Вызывают уважение те, кто выступают за социализм, при том, что у них есть что терять, кроме собственных цепей. Дальше в видео мы поговорим о людях, у которых денег было больше, чем можно заработать за всю жизнь и которые могли бы заниматься их приумножением или просто наслаждаться жизнью. Но именно из этих людей вышли наиболее яркие представители и основатели антикапиталистического движения. Среди рабочих есть предатели интересов рабочего класса. Но такие есть и среди капиталистов, но они, в отличие от первых, идя против интересов капитала, несут пользу миру. Начнем с наиболее известного из них – Фридрих Энгельс. Энгельс – один из двух отцов современной теории социализма. Фридрих Энгельс родился в 1820 году в Бармене, сегодняшней Германии, а в то время – королевстве Пруссия. Он выходец из богатой семьи капиталистов, занимавший прочное место в промышленном секторе. Фридрих с детства интересовался литературой и философией, но вынужден был уйти из школы в 17 лет. По настоянию отца, который хотел, чтобы сын занялся семейным бизнесом. Он начал обучение профессии в Бремени, где, однако, продолжал изучать философию и особенно работы Гегеля, которые в то время были популярны в Германии. Большую часть времени Фридрих проводил в Берлине, посещая лекции и общаясь с младогегельянцами. В это время он писал стихи и статьи на социальные темы, обычно под псевдонимами. Его интерес к атеизму осложнил отношения с родителями, убежденными протестантами. Тогда Энгельс был типичным представителем зажиточной германской интеллигенции, сочувствующей жертвам тогдашней индустриализации, но еще далеким от радикальных идей. Энгельс был похож на типичного сегодняшнего зажиточного американского либерала. Чтобы отвлечь Фридриха от опасных идей и пристроить его к бизнесу, отец отправил его на семейное предприятие – завод швейного оборудования Виктория Милл в Манчестере. На своем пути в Англию Фридрих познакомился с Карлом Марксом, и они быстро подружились на почве общего интереса к Гегелю и к проблемам индустриализации. Вопреки надеждам отца, то, что Энгельс увидел в Англии, только укрепило его радикальные взгляды. В промышленном центре Британской империи, где находилась его фабрика, Энгельс наблюдал крайнюю нищету и экологическую катастрофу, которыми оборачивалась стремительная индустриализация. Ужасные условия жизни рабочего класса глубоко потрясли Фридриха, который до этого видел только обеспеченную комфортную жизнь. Энгельс подробно описывал тесноту и антисанитарию рабочих трущоб, повсеместное использование детского труда. Особенно волновали Энгельса колоссальная разница в условиях жизни рабочего класса и состоятельных людей, к которым относился и он сам. Он писал о том, что рабочие стали шестеренками в индустриальной машине. К ним относились не как к людям, а как к станкам, которые обслуживали интересы новых аристократов. Промышленная революция довела эксплуатацию человека до логического предела, сведя роль рабочих до примитивных автоматов, исключив всякую инициативу. Эти наблюдения укрепили взгляды Энгельса. Он начал отдаляться от аристократов и промышленников и стал тесно общаться с представителями рабочего класса. Он начал поддерживать их, используя свои деньги и возможности. В то время Энгельс встретил Мэри Бернс, рабочую из Ирландии. Их отношения длились 20 лет. И от Мэри Энгельс еще больше узнал о бедах и страданиях рабочего класса Англии. Мэри Бернс умерла в 41 год, что стало тяжелым ударом для Фридриха, так что он даже старался не упоминать о ней в последние годы. Тогда Энгельс стал убежденным радикалом. Он переписывался с Марксом, встречался с ним в Париже, Брюсселе и Лондоне. Вместе они создали множество важных работ и помогли становлению коммунизма как политического движения. Богатый наследник Энгельс должен был быть максимально далек от идей социализма, но свое состояние он в конце концов направил на то, чтобы поддерживать Маркса на протяжении значительного периода его жизни. По факту он профинансировал создание научного учения марксизма, но его вклад не ограничивался финансами, он и сам был блестящим теоретиком и по праву считается одним из самых влиятельных социалистов в истории. Его радикальная деятельность привлекла внимание европейских властей, и он находился под постоянным пристальным наблюдением викторианских чиновников. Маркс и Энгельс жили и работали вместе до самой смерти Маркса. Энгельс умер на 10 лет позже. После его смерти выяснилось, что несмотря на то, что он многие годы тратил деньги на дело социализма, к концу жизни он оставался еще довольно богатым человеком, с состоянием в 3 миллиона фунтов. Энгельс вышел из среды капиталистов и стал ярким примером того, как человек может преодолеть свои узкоклановые интересы, открыть глаза на истинное происхождение своего богатства и привилегированного положения, и на устройство мира вообще. Энгельс – поэтическая, по сути, натура, ведь он должен был бы быть заинтересован в сохранении этой варварской системы, но он смог увидеть всю ее ложь и несправедливость, и смог не только выступить против нее, но стать знаменосцем этого движения. Если это смог сделать богач Энгельс, то так сможет сделать каждый. Фидель Кастро Кубинский революционер. Он был рожден вне брака. Его отец Анхель Кастро был очень богатым человеком. Родился он в Испании в бедной крестьянской семье, служил в испанской армии и был отправлен на Кубу, где участвовал во второй войне за независимость. Оставшись на Кубе, он работал на никелевых рудниках, а потом в компании United Fruit Company, той самой, которая печально известна своими эскадронами смерти, жестоко подавлявшими рабочие восстания. Позже же отец Фиделя открыл свой бизнес, начал делать лимонады, открыл магазин и ресторан. В 1914 году он организовал лесопилку и купил 200 акров земли, где организовал процветающую ферму со своим магазином, пекарней и школой. Анхель женился в 1911, у него было пятеро детей. После развода он сошелся со своей домработницей Линой Рус Гонсалес. У них было несколько детей и среди них Фидель. Отец Фиделя был талантливым бизнесменом, жестко обращался со своими рабочими, в то же время мягким и любящим семьянином. В 50-х годах он стал очень богатым человеком, с состоянием в 5,7 миллиона долларов в сегодняшних деньгах. Несмотря на свой успех, он недолюбливал американский капитализм за то, что тот творил на Кубе. Он умер в возрасте 80 лет, незадолго до того, как Фидель начал свою революционную деятельность. Повзрослевший Фидель мог бы заняться развитием отцовского бизнеса или просто жить в свое удовольствие. Но, возможно, из-за его детства незаконорожденного ребенка от матери-служанки и хорошее образование повлияли на то, что он выбрал другой путь. Взял в руки оружие и возглавил Кубинскую революцию. Еще один пример человека, который отказался от сытой жизни и, подобно Энгельсу, выбрал не закрывать глаза на истину ради собственного благополучия, а принять сторону исторического прогресса. Я не хочу останавливаться только на суперизвестных социалистах, поэтому поговорим о Роберте Оуэне. Роберт Оуэн – крупный промышленник, который провозгласил революционный для своего времени принцип «8 часов труда, 8 часов отдыха и 8 часов сна». Крупный британский капиталист и сторонник утопического социализма, известный своими социальными реформами. Инновации, внедренные им на фабрике в Нью-Ланарке, привлекли внимание тогдашних политиков, социальных лидеров и даже королевской семьи. Оуэн был шестым ребенком в семье. Его отец заведовал почтовым отделением в Ньютоне. В 10 лет, оставив школу, он становится подмастерем у Портнова, где у него появляется доступ к хорошей библиотеке. Уже в 19 лет Оуэн становится управляющим крупной хлопковой фабрикой в Манчестере и превращает ее в одно из ведущих предприятий Великобритании. В фабричных бараках тогда жило около 2000 рабочих и 500 их детей. Оуэн смог радикально улучшить условия жизни рабочих, настаивая на пережливости, чистоте и порядке. И это в то время, когда на других предприятиях люди буквально падали от изнеможения и захлебывались в нечистотах. Оуэн открыл магазин, где продавались качественные товары без наценки. В 1816 году он открыл первую начальную школу в Британии, где делался упор на развитие личности. И были такие предметы, как танцы и музыка. Своими реформами Оуэн заслужил глубокое признание и уважение сообщества. Особенно, когда продолжал выплаты рабочим во время закрытия фабрики из-за войны 1812 года. Позже, несмотря на возражения его партнеров по поводу высоких затрат на поддержку рабочих, Оуэн создал новую компанию с инвесторами-единомышленниками. В своей работе 1813 года «Новый взгляд на общество» Оуэн изложил свою идею о том, что характер человека формируется обстоятельствами, находящимися вне ответственности каждого отдельного человека. Он выступал за то, чтобы с раннего детства люди попадали в благоприятную среду, способствующую правильному формированию личности. Позитивные результаты социальных реформ в Ниланарке привлекли внимание всей Европы. Его требование об ограничении рабочего дня десятью часами в 1810 году звучало более смело, чем сегодня введение четырехдневной рабочей недели. Оуэн не только заявил об этом, но и на практике внедрил на собственных предприятиях, а в 1817 году пошел еще дальше, поставив целью переход к восьмичасовому рабочему дню, провозгласив знаменитую формулу «восемь часов работы, восемь часов отдыха, восемь часов сна». Вы скажете, что ну это же очевидный минимум, но очевидным он стал только благодаря таким людям, которые жертвовали своими прибылями и свои моральные принципы формировали на основе проблем реального мира, которые они видели, а не на основе своей личной выгоды. Если даже владение фабрикой не стало для Оуэна причиной закрыть глаза на страдания, тысяч людей, то какие причины у тебя? Я мог бы и дальше рассказывать о многих других представителях капиталистического класса, которые решили пойти против системы. Но тогда это видео превратилось бы в полноценный биографический документальный фильм. Поэтому позвольте мне кратко упомянуть еще только два моих любимых примера. Первый, вы наверняка о нем слышали, это Мао Цзэдун. Его отец был супербогатым землевладельцем. Более того, он был ростовщиком или, если хотите, кулаком и мироедом. В результате, что сделал Мао с такими ростовщиками и кулаками во время Китайской революции? Думаю, не нужно напоминать. Или возьмем Кропоткина, отца-основателя анархизма, непримиримого борца с теми слоями общества, из которых сам происходил. Он был даже не капиталистом, он был из феодального княжеского рода. Его отец владел крепостными, был, по сути, рабовладельцем. И ты считаешь, что у тебя общие интересы с миллиардерами? Потому что что? Потому что ты настолько крут, что смог заработать на хорошую машину? В пример можно приводить не только людей, давно умерших. Вот современный пример для зумеров. Сегодня у меня важные новости. Я продал свою компанию за 2 доллара. Объясню. Я создал ивент-компанию Off Brand. Мы делали ивенты для ведущих ютуберов. Мы создали премию стримеров. Так почему же я продал компанию и почему только за 2 доллара? Чтобы вы поняли, я хочу показать вам тех людей, кому я продал компанию. Вот они перед вами. Все они сотрудники компании. Это они делают всю работу по организации ивентов, ведению переговоров и всему остальному. И да, я продал им свою долю за копейки. И теперь компании Off Brand владеют все ее сотрудники. Это называется кооператив. Все решения в компании принимаются теми, кто в ней работает. Я продолжаю работать здесь. Просто я теперь не единоличный владелец. И я уже не смогу потом продать компанию какому-нибудь Амазону за миллионы долларов. Деньги это круто, но если ты уже заработал, достаточно, чтобы не моргнув глазом потратить 4 тысячи долларов на бесполезную игрушку в альфрамовый кубик, то у тебя уже все в порядке. И мне стало важнее сделать компанию, в которой людям нравится работать и которая останется такой после меня. Этот парень даже не социалист, но он точно понял тему. Так чего же ты ждешь? Даже для этих успешных капиталистов, стримеров, аристократов и богатых наследников их положение не послужило причиной закрывать глаза на страдания людей. Если они смогли преодолеть себя и внести вклад в прогресс человечества, то что говорить об остальных не таких богатых людях? Все мы начинаем наш путь в этой жизни с разными начальными условиями. И пути наши, сталкиваясь с реальностью, пролегают по-разному, приводя нас к совершенно неожиданным результатам. Но все, на что мы можем надеяться, это на то, что в конце концов нам не стыдно будет взглянуть в зеркало. Поэтому куда бы ни забросила вас жизнь, в грязные трущобы или высокие дворцы, если вы смиритесь с этой бездушной, вечно жадной и самовоспроизводящейся империей капитала, которая полностью поглощает нас, вы потеряете свою душу, свою человеческую сущность и будете забыты историей. Потому что глубоко внутри, очень глубоко, независимо от вашего положения в обществе, вы не сможете заглушить крик своего сердца, так не может продолжаться дальше.